Здравствуйте! В этом видео мы расскажем вам, в каких случаях суд не спишет долги физическому лицу при банкротстве. Все наши пояснения основываются на судебной практике. Долги 100% не спишут в следующих случаях. Первое. Должник привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при своем банкротстве, либо за преднамерное или фиктивное банкротство. Под фиктивным банкротством понимается заведомо ложное обвинение гражданина в финансовой несостоятельности кредиторами или самим лицом. Это значит, что лицо фактически имеет финансовые возможности для погашения задолженности перед кредиторами, но создает видимость сложного положения. Лицо может предоставить в рамках дела о несостоятельности недостоверные расписки для подтверждения крупных долгов перед иными физлицами. Часто такое банкротство предполагает сокрытие крупного имущества за рубежом или заключение безвозмездных сделок с родственниками, чтобы такое имущество не попало в конкурентную массу. Фиктивное банкротство преследуется по статье 197 УК РФ. Преднамеренное банкротство. Это намеренное создание условий для неплатежеспособности. Оно может заключаться в экономически невыгодных сделках, оформлении кредитов с предоставлением недостоверных данных, выводе активов перед подачей заявления на банкротство, передачей дорогостоящего имущества в пользу родственников. Ответственность за преднамеренное банкротство наступает по статье 196 УК РФ. Обязанность провести проверку должника на предмет фиктивного или преднамеренного банкротства возлагается на финансового управляющего. Для этого он проверяет обстоятельства возникновения задолженности, обоснованность и условия подписания сделок по продаже дорогостоящего имущества за последние три года. Все подозрительные сделки могут быть аннулированы, а переданное по ним имущество подлежит возврату в собственность прежнего владельца. Второе. Суд не спишет долги, если должник не предоставил необходимые сведения своему финансовому управляющему или суду, либо представленные сведения были недостоверны. Например, если должник не предоставил требуемые документы об открытых в банках счетах, полученных кредитах, депозитах, остатках по счетам, сведений о движении по счетам за три года, данные по электронным кошелькам, то суд не спишет такому должнику долги. Третье. Суд не спишет долги под требованиям к должнику, которые возникли в результате совершения им незаконных действий. Например, мошенничество, злостное уклонение от погашения задолженности, уклонение от уплаты налогов, предоставление заведомо ложных сведений при получении кредита, сокрытие или уничтожение своего имущества. Например, судами при принятии решения о банкротстве учитываются недостоверные сведения, которые должник указал в процессе получения кредита, или если он изначально брал кредит, не имея возможности платить по нему. В частности, основанием для сохранения долгов за физическим лицом является недостоверная информация о доходах или имуществе, указанной в анкете на кредит, или умолчание о других кредитных обязательствах. Вне зависимости от поведения должника не списываются также следующие долги. Первое. Обязательства, возникшие после принятия судом заявления о банкротстве. То есть, вы подали заявление на банкротство, и после этого уже у вас появились долги. Вот именно эти новые долги суд и не спишет. Второе. Обязательства перед физическими лицами, работавшими у должника по трудовому договору. То есть, если вы, например, ИП, и задолжали заработную плату своим сотрудникам, то такой долг не спишется. Третье. Долги, неразрывно связанные с личностью должника. Например, не спишется долг по алиментам, возмещению вреда жизни или здоровью, возмещению морального вреда и тому подобные долги не списываются. Четвертое. Требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, сохраняют силы и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части. Пятое. Возмещение ущерба имуществу, причиненного умышленно или по неосторожности. Например, если вы кому-то разбили машину бейсбольной битой, и вы обязаны выплатить потерпевшему нанесенный ущерб, то такой долг никогда суд не спишет в рамках банкротства. Шестое. Обязательства по применению последствий недействительных сделок. То есть, поясню на конкретном примере. Если суд признал сделку недействительной, то должник в любом случае должен будет исполнить возникшие в этой связи, извините, обязательства. Например, возвратить полученное имущество по такой сделке. Седьмое. Обязательства субсидиарной ответственности физического лица по долгам компаний банкрота. То есть, вам, например, принадлежала компания, и вас могут привлечь солидарно с этой фирмой выплачивать ее долги. Вот такую задолженность списать невозможно. Восьмое. Возмещение убытков, причиненных юридическому лицу должником в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего. То есть, пример. Должник был генеральным директором фирмы, и в результате он своими непрофессиональными решениями причинил компании убытки. Акционеры подали на него суд, и он обязан возместить компании убытки. Вот такой долг списать невозможно. Если вам нужна помощь в банкротстве, то вы можете обратиться к нам. Адрес нашего сайта указан на экране, а ссылка на него размещена в описании и комментариях. Обращайтесь к нам, мы поможем вам законно избавиться от долгов. Продолжение следует...